дать что это все просто стрим проявление инициативы это приехать за полторы тысяч километров к девушке с которой ты хочешь погулять это проявление инициативы я тебе канал за так ребят сразу предупрежу никто не умер все живы целые все у всех потому что лизовский ну депресняк на всех вываливает его видосы такие грустно смотреть сил кидает горит для вайбан какого вайбом для грустного короче чучка какая-то не грусти ну я грушу потому что есть же на это причины что мне создадать гаечку ходит я придумаю я загадал бы но нет смысла нервы и происходит последнее время от того я чувствую себя не так как я хочу себя чувствовать как вы заебали почему вы не можете нормально пообщаться я залил в stories хуйню то что вот я еду в сапсане хочет встретиться пишите мне в директ по итогу мне написала знать сколько человек 0 я сейчас переезжаю и каждый не пойму как мне пока что стимить потому что их проблем навалилось и пока что очень сильно потерян владимир братишки прошу прощения перед вами я занимался детском 89 я потом так обосрался с них пахал это не похоже на того человека который такой выключатель и откуда и каким я мудаком будет наш он даже вот говорит на ком же стиле как обычно даёбывается но кстати справедливости ради без рофлов но опять у нас зашел нас был такой случай и пизданул опять просто я на нас игру ты игру и усы блин этом сломака и сгорели на самом деле просто сидели играли если вы сейчас фильтуете в новый год сейчас это нормально это так тяжело но одиночество это такой как на самом деле там была одна персона я понимаю что крыша у меня на опять сорвало и я ебнулся кого-нибудь можно еще пригласить ты знаешь что такое жужо ваня я пока тут один я сейчас добавляю ваню с ним аккуратно кто это это иван иван золу это легендарный человек а где же фраза а где же фраза поуважительней серёг у меня даже было я вам серьезно говорю я из-за него шизанулся ну короче из-за себя из-за него поняли были у меня так интернет это вообще у я бы не хотел заново такую прохалить аешь ну типа зависимый это вот это мнение да с интернета быть если что я не скрываю это поэтому я и стараюсь там году смотреть что такое типа ну я типа твич не смотрю по факту что там кто пизданул абсолютно я только в людях буду расстраиваться понимаете короче вот настолько типа загнанный но и поэтому мне как-то с другой стороны стало как-то а вот в тот момент тот момент я башкой поехал бля меня в интернет мне друзья сказали что я говноед мне моя женщина сказала что я говноед я тельтанул выстрел пост что вы все долл бы и уехал на дачу отдыхать посидел короче чё-то три дня там потому что я никто не поддержал хотя нет там было несколько человек но это неважно типа сама суть что все равно мне это не как не помогло и я понял что так я реально же ой обосрался хотел сказать них вообще никогда такого не было чё это за ну в общем то все назад поехал все извинился перед чатом чат меня понял перед дурачком этим тоже извинился и все но на самом деле нет ничего грустного что эта история вокруг меня как-то строится если она вокруг меня не строится эта история строится о том как человек много раз ошибался я много раз говорил по поводу того что ты не с теми типами тусишь ты не с теми типами флексе тебе это не надо ты должен развиваться как стример потому что как стример ты ах ты тебя можно смотреть тебе весело смотреть ты классный чувак. Бля, он в итоге взял и такой и пропал. Вы помните, он пропал на год, что ли, на полгода, по-моему. А потом я увидел его, что он там с этим типом флексит. Как же его завалит-то, господи. Ой, такой из ВПШ полненький. А, синяк, во. Думаю, чё? Ну и как-то пошло-поехало, и я чё-то думаю, блядь. И как, понимаете, талантливый человек, талантливейший, талант свой просто не реализовал. Харизматичный, да. Забавный, да. Трек я ху**ный делал, да. Где это всё, блядь? Сидит, депрессует, блядь. Хотя, по факту, взял бы, и контента нам всем бы навалил, и взлетел бы. Просто было бы желание. Депрессия. Наверное, скорее всего, я так подозреваю. Я до сих пор, если честно, верю. Ну, если вдруг ему важно будет. Я не настолько предвзят, как он думает, что я какой-то ху** или ещё чё-то. Единственное, блядь, чё я хочу, это чтобы Серёга к нам приходил, играл с нами в игры, и не нарушал, блядь, как вам сказать, субординацию. Потому что у Серёги есть такая проблема, он воспринимает, блядь, оскорбления, как рофлы. Я вырос уже из того времени, когда я мог позволять там сидеть и оскорблять друг друга просто. Ни ху**, блядь. Я объясню, как это с Серёгой работает. Просто, чтобы вы знали. Я говорю, Серёг, чё ты, ну, типа, там делал? Чё не стримишь? Он такой, иди нахуй, долбоёб. Я говорю, ты чё, ебаный, блядь? А нахуй ты меня ху** несёшь, долбоёб, ебаный, блядь? Я такой, чё? Это вкратце. Естественно, дословно там не так. Здорово, Ксаш. Естественно, дословно там не так происходит. Ну, примерно, вот примерно. Я говорю, ты, блядь, наху** ты это? Мы сидим, играем с Ломакой. Ломака говорит, Серёг, ты не прав. Я говорю, Серёг, ты не прав. Он говорит, ой, идите нахуй, вы обижаетесь на рофлы, блядь. Я говорю, какие рофлы? Серёг, ты же, блядь, не порофлил, ты просто ни к чему уебал. Мы с Ломакой, естественно, начали на его сестру пиздеть. А сестра у него красивая, если что. Он такой, блядь, вы такие ебаные, блядь. Я вам просто вас в рот, блядь, а вы мне тут про сестру начали говорить, ху**цы, уёбки. Что мне сделать? Я говорю, ну, нам неприятно с тобой сейчас сидеть, выйди, блядь. Всё. С тех пор он не заходил. Не, заходил, по-моему, один раз, но что-то посидел и вышел. Я-то, блядь, не против с ним пиздеть. Я как бы не избегаю его, никого не подговариваю, что он ху**ц. Нет. Серёга просто нарушает субординацию, блядь. Если на стримах у тебя образ, да, пожалуйста, блядь, сиди в этом образе. Ну, блядь, ты когда с людьми общаешься, по-дружески, по-знакомому, там, я не знаю, как ты общаешься. Блядь, будь самим собой, нормальным челом, приятным, нахуй. И люди к тебе, блядь, потянутся, и совет тебе дадут какой-то, и на стримы к ним приходи. Я же не против его. Он, наверное, думает, что я там на него бочку качу. Не, ниху**ц, это не так. Типа, я всегда рад с ним сыграть, мы с ним даже играли. Типа, нормальный чувак. Когда он может и что-то глубокое проанализировать, знаете, куда-то туда вглубь что-то порассуждать. Довольно интересно слушать, потому что глубоко может. Блядь, звучит не очень. Глубоко мысли формулировать может. Куда-то уйти, там, что-то, бля, вселенной. Ну, короче, такое, значит, что-то о духовном может попиздеть. В итоге, просто все рушится от того, что иди нахуй, долбоеб. И иногда кажется, что, блядь, может, ты шизофреник какой-то, я хз просто. Ну, мы сидим, нормально общаемся, иди нахуй, долбоеб. Просто, блядь, я такой, что? Типа, зачем это вообще сказал? Ну вот, а мы как бы, ну, я-то уже старичок, как бы, 26 лет мне. Я уж такую хуйню не понимаю. Одно дело в игру играешь, незнакомый рандомный хуйня, типа, блядь, ты чё пиздишь, уйдёшь, я тебя сейчас сожру, нахуй. То есть базара ноль. То есть мне, блядь, я этого человека... А это как бы знакомый, близкий знакомый. Другом не могу назвать, потому что мы и не видимся, и не встречаемся особо. Но он всегда меня спрашивает, чё я думаю по этому поводу. Да, блядь, мне это нравится, мне приятно, нахуй. Что человек меня, очевидно, уважает, нахуй. Что он спрашивает, чё я думаю по этому поводу. Но так выходит, что он много раз спрашивал меня, и делал наоборот. Я думаю, ну, а зачем тогда спрашиваешь? Хорошего стрима. Спасибо большое, Саша. Можете встречаться? Когда интервью начнётся, мы за что пришли платить? Ты пришёл, зашёл, пришёл. Присаживайся. Охуеть, мы тебя забыли. Присаживайся. Сидели с ним в дискорде. Он такой говорит, хочешь, я в Украину приеду? Всё, чел едет он. Я нахожусь сейчас где-то под Железногорском. У меня день рождения. Я кучу сосисков тесте и пью кофе. А чё это, Ивань? Идёт, Ивань. История, которую я вам сегодня поведаю, даже близко не стоит с моими предыдущими разборами. Что ты сказал насчёт лицемер, либо ещё чего-то? Ну, это, типа, вообще не в мой огород, они должны прилетать. Добрый день. Ну, у кого-то доброго, у кого-то нет. Встретил человека куда-то. Посмотрите. Ну, кстати, вот этот, наверное, вот эта тусовка тоже, как бы, повлияла, наверное, на него и, в принципе, на аудиторию, которая до сих пор, наверное, обижена. Я на него нет. Стопроц, конечно, да. То есть, в конечном итоге это дало, блядь, всем по голове. Да мне как-то, блядь, на тот момент ещё никто ничего не знал. Даже, типа, я, на тот момент. Или это после, блядь, интервью, я не понимаю, когда это... А потом, когда все узнали, блядь, это был, блядь, если честно. И вот у Серёги всегда так, он, блядь, связывается не с той компанией, блядь. То есть, он хуёво разбирается в людях. Очевидно, что Николай не первый и не последний в медийке. Потому что, как оказалось, недавно вышло разоблачение на кого? На кого? На Татвола, получается. И, по слухам, копия, блядь. По слухам, он копия Николай. Так, а я сравнил, потому что мне сказали, что он копия. Как с Минипеком пообщался. Бля, классный чувак. Добрый, блядь. Ну, как пообщался? Наверное, минуты две, наверное, мы постояли. Он такой, блядь, можно фотку? Я говорю, конечно, блядь. Ты что, типа, спрашиваешь? Давай ёбнем. Я говорю, к себе, типа, её запощу, чё, нет? Но он прям классный чувак. Он добрый, блядь, пи***ц. Ну, мне так показалось. Опять же, мы с ним побольше, естественно, пообщаемся, когда проект у нас один будет. Ну, не у нас, а у кореша, получается. А мы там как гости, типа, приглашённые участники. У меня такое ощущение, что он даже, возможно, мои стримы знает или смотрит. Вот так вот у меня. У меня прям от него такой, знаете, повеяло вайбом. Это как комплимент. Это не как принизить. Повеяло вайбом, типа, подписчика, возможно, даже. Даже в какой-то степени. Он такой скромный был прям. Такой, можно фотку? Знаете, вот, короче, я не знаю, как объяснить это. И он такой, типа, классный, мне понравился. Я говорю, конечно, фотку. И всё. И мы такие дропнули фотку, где количество залысин превышено в два раза. Хороший чел. Чё могу сказать. И вот касательно Серёги. Не та компания. Все разы не та компания. Николай, там, допустим. Ещё тусовка была с, ну, синяком. По синяку вообще, если честно, больше к этой женщине. Как её звали-то? Каплан, во. Да-да-да-да-да. Поэтому вот, Серёг, чё я могу сказать? Заебалку, давай. Какой-то, бля, дед инсайд, я не знаю. Пора бы, наверное, стримы делать. И завозить, как в старые добрые. Ещё очень важно. Его проблема, чё не нравится зрителю, скорее всего, ну, мне не нравится. Я как зритель говорю, потому что я смотрел его стримы. Бля, он постоянно на всех пиздит. Вот прям, ну, постоянно, вот, сука, на кого-то, блядь. Кого-то разгоняет. В стёп это делает, иногда вправду. Ну, то есть, бля, это невозможно смотреть долго. Ты понимаешь, что из-за того, что ты пиздишь постоянно, люди-то тебя избегают. Кто-то боится. Кому-то неприятно. У кого-то разные свои какие-то моменты. Поэтому тебе и приходится, блядь, я не знаю, ты на тусовку какую-то приходишь и такой, блядь, а вдруг там плохо по мне думают. Так по тебе, а тебе плохо думают, блядь, потому что ты, у тебя учился. Я, блядь, так не делаю. Я раньше так делал, когда маленьким был, когда думал, что Ютуб, там и Твич, это, блядь, что это не образы, люди реально себя так ведут. А потом, когда, блядь, встречался с людьми, естественно, меня никто не угрожал, не запугивал. Чаки, блядь. Я думал, что манекен, долб***, я не знаю, как сейчас, но тогда приезжаем трек писать, чел, говорит. Вован, давай, говорит, помогу тебе. Сейчас текст набросаю, тыры-пыры. Я говорю, слушай, а что ты как, не как долб*** общаешься? Он говорит. Так, я это в интернете развожу, типа, я-то нормальный чел вообще. Говорит, это мой образ просто. Меня там хейтят, а мне, ну, типа, это в плюс. Я говорю, п***, я тупой, я эту х*** схавал. Он говорит, нормально, типа, все схавали. Как сейчас, я не знаю. Может быть, он сейчас реально такой. Потому что я с ним общался 4 года назад или 3. С этим человеком не нужно пересекаться, б***ь. Ну, ты не понимаешь этого, б***ь. От тебя люди просто отворачиваются. Пусть он считает, что теперь у него нет друзей. Вот про что я и говорил. Проблема Лизовского в том, что тут какая-то романтизация, б***ь, идёт. Сука, ненавижу, б***ь, это. Он сам прекрасно знает, где он проебался. Романтизация проёбов, это полная х***я. Такие видосы, они просто выворачивают всех вокруг долб***ми. А мне этот трейлер напоминает Жокера, б***ь, реально. Было в глазах, знаешь, жизнь, она кмела. В нормальных компаниях его не признают, потому что он делает х***ю. Я нашёл какие-то ответы в плане стримов. Ну, почему-то в жизни вообще, б***ь, я, типа, начинаю делать только вот сегодня, вчера. Скоро у Жужо всё будет хорошо. Дайте человеку реабилитироваться. У меня тогда вообще была какая-то депрессия ебанутая. Прям грусть, ненависть к себе, б***ь. Поэтому такая идея х***я. Прям грустная, короче. Ладно, тогда п***ь. Х**я. А я считаю, эта идея просто разв**ла воно, népH**я. Не знаю, я почекал с этой х***ю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Для тех людей, кто задается вопросом, что у меня есть экран, почему посты год назад я всё поудалял, у меня было депрессия. Вот это, это лучшая версия Жожа. Это вот прям Сергей Пешков, 2018 года. Наконец-то вышел из всей жести. хочу сходить к психологу на следующей неделе те за его счетом и бесконечно как мне больше всего пугает и расстраивает тот факт что часто я тильту я воспринимаю это как нормальность бля короче из причины он не подрубов и за начиная того что я думаю что я уже и никому не нужен и я говно сами понимаете что онлайн тут это все а то ожидает меня на морали я из этого расстраиваюсь типа толкается толкается вперед но блин что-то не прорывается что он не понимает он думает видимо тебя не зря ли он этим занимается чужа 2 для зря кавилона уехал тильтанул что-то тильт как смысл жизни на артур вам легче когда есть с кем поговорить ты в рот это реально же жокер зоский как батя неожиданно возвращается домой спустя год приносит еду и снова уходит на год база база тоже депрессовый такой чел не пожужжо чё да может чел может чел делать я не знаю что он там думает что никому не нужен единственный косяк никто не будет заниматься обелением твоей же репутации кроме как ты ты должен этим заняться сам а если ты не будешь стримить то как соответственно ну регулярно соответственно зритель не привыкнет соответственно зрители будет о ебать никто не будет ждать тяпой я шум вон потому что тик токи пишет бля он живой конечно он живой а чё с ним должно быть-то ой сидеть там что-то кекать не обсирать никого сидеть свою аудиторию взращивать вон у диппинса тоже был еще в итоге сидит сейчас папка ебет сынок вернет я папка свою аудиторию заново да естественно это не те 70 которые были нарисованы но как бы тоже я держу в курсе